Котёнок Метис. Похоже, общая картина совсем другая. Не самые приятные новости пришли из домашнего мини-приюта Нелли. Волонтёр Алла из Лунная к Нелли забегала по-быстренькому во время праздников. Заносила то рыбу, то спинки. А сегодня Нелли сама пришла. Один из котят заболел. Нелли ждала три дня, не хотела волонтёра беспокоить. И не знала, работает или не работает ли вообще Алексей Алексеевич, наш ветврач. Короче, волонтёр её в скором порядке отправила на осмотр и сказала оставить котёнка на стационар, потому как лечить дома его некому. Нелли и таблетки давать татукам не умеет, не научилась за 20 лет жизни с животными. А уколы колоть и подавно. Я физически не смогу к ней бегать, лечить, да и наблюдать надо за ним. А там концерт устраивают собаки. Больного котёнка понаблюдать не может даже Нелли. В клинике его в клетку посадили, поставили еду и воду. Всё понятно. Ест он, пьёт, ходит ли в горшок. Короче, три дня потеряно, рассказывает Алла. С диагнозом тоже пока ничего не понятно. Нелли давала ему атаксил, потому что он рвал, не ел, но пил. Она решила, что интоксикация, а Алла совсем как-то замоталась со своими, с работой, заболела. Вторую крестогонку она пропустила. Хотела давать завтра уже. Но с Алексеем по поводу котёнка поговорила позже, когда сегодня ушла от Нелли. Он увидел совершенно другое, не то, что говорит Нелли. У мальчика уже поджившая рана на языке. Он не рвал. Температура 39, и полился гной из души. Похоже, это кальцевироз со сложнениями. Тогда под угрозой все остальные, или они уже переболели в лёгкой форме. А этот метис. Иммунка у него слабая. Вот ему и тяжелее всех. Ведь в клинике четыре лапы пока всё в долг. Это, конечно. Алексей Алексеевич не требует срочно рассчитаться. Он верит нашим волонтёрам.